Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум Иллижа Александр, и добро пожаловать в прекрасную деревню, ведь мы снова тут! И расчистили мы с вами, значит, детский сад, но следующее задание очень сложное, нужно найти очень много ягод, понятия не имею, где их искать, поэтому предлагаю попробовать найти какую-то другую работу сегодня, плюс я бы хотел открыть сундук, который располагается вот тут, возле забора, по всей видимости, у нас есть отмычки, мы же не просто так их покупали в магазине, где, кстати, они? Вот они, целых шесть штук, и для того, чтобы открывать эти ящики, как раз-таки они и нужны были, но почему-то ящик курица попила, спасибо за информацию, но почему-то ящик не стремится открываться, это, конечно, довольно печально, ладно, давайте пойдем тогда вот туда, к тракторам, и попробуем взять какую-то работу, и если вам, друзья, понравится этот видос, или вы хотели бы видеть больше видосов по деревне, ну или, например, если ролик наберет 4000 лайков, следующий ролик по ней выйдет максимально быстро, в общем, вы можете поддержать нас с помощью лайков, кого нас? О, а это открывается, а как, эээ, провернуть отмычку, ага, ага, ай, сломалась, с помощью нас, поддержать нас, это меня и куриц, а что, меняется местоположение? О, вроде бы открыли, и внутри у нас что? Шкура волка, мда, теперь я могу быть волком в овечьей шкуре, смотрите, и правда, ездят тракторы, стоит какой-то мужик, возможно, он даст нам задание, на тракторах, привет, лысые, Михаил Петрович, здравствуй, Иван, дело вот в чем, мои работники-алкаши ушли в запой, помогите, пожалуйста, собрать тюки сена, которые разбросаны по всему полю, хорошо, Петрович, я попробую собрать эти тюки, но они очень большие, а я как бы маленький, и что ты имеешь ввиду под полем, вот это, как бы, поле, я не знаю, как их собирать, мне кажется, нужно сесть на трактор, потому что он как раз-таки тюки и перевозит, это было бы максимально логично, лично мне кажется, друзья, мне кажется, это было бы логичным, на тракторе, кто вручную собирает такие тюки? Нажмите R, чтобы выполнить задание по доставке сена жителям деревни, а тюки собирать нельзя, ух ты, выбор от у трактора, конечно, так себе, но, я Саня-тракторист, как вам такое теперь, друзья? А, вон, наверное, какой тюк имеется ввиду, маленькие тюки, а я думал, большие, да, собрать их на тракторе не выходит, ну ладно, давайте попробуем тогда выполнить задание по развозке жителям деревни сена, первый житель деревни у нас находится в 200 метрах, туда-то мы с вами и отправимся, друзья, классно, кто не мечтал в детстве поводить в трактор, я мечтал, тракторы выглядят круто, и они большие, и классные, и особенно современные тракторы, так вообще, дизайн у них просто сногсшибательный, не знаю, мне нравится, я прямо воплощаю в жизни детскую мечту, нет, конечно, я бы сейчас, наверное, не хотел бы трактористом работать, но, поводить трактор, почему бы и нет, так, ну что ж, первые довезли, награда 500, репутация 18, репутацию в игре поднимать очень важно, потому что, чем больше репутации, тем больше животных мы можем приобретать, тем более качественные семена покупаем, ну, наше хозяйство будет развиваться, а это очень важно в деревне, чтобы у тебя было все свое, свой огород, свои курицы, свои гуси, свои телята, козлята, котик, нужен котик, друзья, в деревне должен быть кот, хотя бы просто потому, что он ловит мышей, это раз, плюс, и самый главный плюс, то, что он пушистый, мягкий и классный, его приятно гладить, и песик тоже нужен, чтобы гонять вражеских медведей, которые там могут залезть, или лис, лис я тоже дико люблю, но не надо воровать моих куриц, окей, лисы, давайте с вами договоримся об этом сразу, так, а топливо, скорость 46 километров, прикольно, лисы вообще есть в деревне, ну, в этой, о, а чё это, ничего себе, это огурец, вы видели, друзья, трактор чуть не перевернулся, там был огурец, либо камень с мхом просто, это было дико странно, это было дико странно, тихо, тихо, ну, выворот, конечно, у трактора, это просто, нужно за 15, ух ты, ух ты, ух ты, давай, за 15 километров начинать поворачивать, иначе просто, вот это, видали, да, ужас, так, ну, всё, нам нужно ехать на базу за зерном, я не хочу больше развозить зерно, давайте отторбаним назад трактор, и попробуем выполнить миссию, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, до конца, могу я вообще из него выйти, да, я могу из него выйти, но надо отвезти всё-таки трактор на базу, потому что, если мы захотим ещё заработать лёгких денег, потом этот трактор не найдём, что-то у меня камера не поворачивается, подожди, подожди, тормози, у меня камера перестала в тракторе поворачиваться, это баг, вот, теперь нормально, хотя я вроде как ничего не нажимал, зона загрузки сена, да что тут за невидимые стены, чё тут происходит, какая-то бабка-колдунья заколдовала, деревню, всё, всё, я наработался трактористом, мне хочется чего-то другого, другую работу тоже познать, и, вон, тюки сена нужно собрать, тоже денег заработать, потом пойдём в магазин, кстати, как посмотреть репутацию, интересно мне знать, через стаб, там же где и предметы лежат, или как-то по-другому, так, давай, 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 разворачивай, ух ты, ну вы видите, друзья, полностью вывернуты колёса, но разворота не, я тут не протиснусь, разворота фактически не происходит, давай, 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 всё, достаток, термози, отменяем задание, выходим, и начинаем собирать, не дёргайся, начинаем собирать тюки сена, надо их 10 было вроде бы собрать, да, 2 уже есть, Петрович, сколько надо, 30 нужно собрать, Петрович, ты в своём вообще уме, я же их не найду в этой траве, они же дико разбросанные, Петрович, ты прямо должен заплатить мне много, прям двойную стоимость, двойную ставку, чтобы по всему полю собрать-то эти тюки, это же куча времени, но я пройдусь, конечно, тут они вообще будут, имеет смысл их искать, пока ни одного не вижу, ну ладно, друзья, это было не так сложно, как я думал, потому что их тут больше, чем нужно собрать, я думал, придётся каждый тюк сена искать, в траве, и я бы сошёл с ума, потому что я помню бутылки, когда собирал, чтобы отдать деду, там потребовалось, правда, много времени, потому что одна из бутылок была не на участке, а возле магазина, я долго пытался понять, а я просчитался, но где, и не мог понять где, так, Петрович, смотри, 10 пшена он нам даёт, зерна, 10 комбикорма, и 1000 рублей, неплохо, почему бы вам не помочь, урожай пшеницы помочь собрать, совет отца, всегда имейте в кладовой достаточно зерна, необходимо 100 зерна, а как его собирать, слушай, если на тракторе, так с удовольствием, а если, а, вручную, кто ж так собирает-то, в 21 веке, вручную, не, ну это не сложно будет, давай соберём, но я другое ожидал, как бы, наверное, после этой миссии пойду домой, посмотрю, что там у нас с урожаем, но миссии в любом случае выполнять нужно, чтобы развиваться, у нас 70, не, ну это будет не сложно, я думал, по времени гораздо дольше, а тут раз, 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 раз и собрано уже, сколько уже получается, 101, больше чем нужно, куда ты делся, Петрович, ты чё прячешься от меня, с ума сошёл что ли, ну, все миссии у него выполнены, предлагаю возвращаться потихоньку к дому, дом, родной дом, родная гавань, родные курочки, там уже яички, наверное, снесли, что неплохо, а потом, друзья, пойдём смотреть и другие задания, коровка встречает нас, вон миссия какая-то есть, но можно ли задание в деревне называть миссиями, как-то это довольно пафосно звучит, миссия в деревне, миссия выполнима, деревенская, ещё одна коровка, разработчики, я считаю, обязаны добавить возможность гладить коров, обязаны, я так задумался, я ведь никогда не гладил корову, серьёзно, какой ужас, надо найти корову и погладить её, 100%, 100%, так, что же у нас на участке происходит, сколько куриц там уже у нас, курочки, ну как вы тут поживаете, курочки, кембикорм у вас ещё есть, мои вы хорошие, так, о, яичечки, в каком большом количестве они здесь, правда, яйца стоятся, чё ты, блин, разоралась, так, где вы яйца попрятали, курицы, сюда можно добавить петухов, если вы купили, у меня есть петух, кстати, у меня же был петух, друзья, наш петух куда-то, петух, ты чё здесь ползаешь-то, петух, стоимость 799, давай выходи к курицам, давайте откроем ворота, может быть он тут застрял и просто не может выйти, и это его проблема, бедный петух, как он будет пить и есть, если он застрял, а чё это мы здесь трёмся, гопота, а, ты кто вообще, тут понятно гопник, а тот кто, твой кореш, о, как много, друзья, урожая, его даже собирать не нужно, он сам, смотрите, собрался, видать, по прохождении какого-то количества времени, оно само, подожди, само в ящике, в мешки, конечно, в мешки само распределяется, это же просто бомбезна, либо это гопники, от нефиг делать, просто взяли и собрали урожай, я бы им доплачивал даже какие-то копейки там, ну, на жвачку какую-то давал бы денег, или кормил бы по огурцами с помидорами, почему бы и нет, типа соседский там, Петька пришёл, собрал урожай, это ему раз три огурца, он такой, о, супер, все довольны, картофаныч, или там, пару картофелин, чтобы он дома пожарил, там пошёл бы в лес, насобирал бы грибов, там, белых каких-нибудь, или подосиновиков, и нормально уже себя чувствовал бы, вместо того, чтобы шататься вон по дворам, по закоулкам, непонятно чем занимается, со своим этим корешем, бездельником, так, уже шестнадцать вечера, слушайте, а время, правда, за огородом летит быстро, но это пока наш основной источник дохода, и прибыли, поэтому, огородом мы тоже должны заниматься, и выращивать всё, жаль, что за продажу овощей, не повышают репутацию, это было бы очень классно, можно пойти попробовать, засолить что-нибудь, правда, вероятно, у нас нет ингредиентов, но мы сейчас посмотрим, если есть, закатаем помидоры, огурцы, место сэкономим себе, так, ну маринованная квашеная капустка, вот это была бы бомба, давайте маринованные помидорчики, класс, просто класс, и ещё одни, консервирование, давай, денег это стоит, конечно, не то, чтобы прям много, но, огурчики, на огурчике не хватает специй, маринованные красные перцы, перцев у нас нет, капусты, маринованная кукуруза, подсолнечное масло, даже сами сможем делать, но, это всё немного позже, могу ли я банки попытаться расставить всё-таки тут, жаль, нет, я думал, будет возможно, это ведь отличное место для банок, в погреб поставить их, а зимой они бы принесли хорошие деньги, ну, и давайте, пока не слишком поздно, всё-таки, друзья, мы с вами в баньку не пойдём, перекусим сейчас, колбаску я есть не буду, колбаска на потом, перекусим помидорочами, так, шумагон можно продать, кстати, тоже, почему нет, перекусим помидорочами, выпьем, пожалуй, воды колодезной, свежей, освежающей, и пойдём с вами съездим в магазин, посмотрим, доступны ли новые семена, и, какое-нибудь задание возьмём, так, запрыгнем, запрыгнем сейчас на дедовскую жигу, красавицу мою, поехали, уй, чё я на работу на ней, ух ты, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, чё я на работу на ней не езжу, это было бы вообще кстати, на самом, да ты управля, ух ты, она такая вся из себя вообще, вот к этому мужику, лысом ему падает, да, она по-моему перестала управляться, страшно ездить на ней, можно же убиться, полностью, опаньки, а что это у нас тут, морковочка, плюс тыквы, ха-ха, класс, закупаемся по полной, семена, ну, докупим картошки, огурцы, всё, мы затарились семенами по полной программе, давайте ещё продуктов питания возьмём, позволяют, деньги, привет, Галюся, Галик, давай-ка мы что-то у тебя возьмём, спичек возьмём, не знаю, десять, сразу закупаем все продукты, чтобы были, хлеба я думаю можно двадцать взять, пускай будет, а у неё всего пятнадцать, ну весь хлеб забираем, колбаски давайте три возьмём, будем блюда готовить какие-нибудь, соль, десять, парчик, тоже семь возьмём, капусточку мы свою будем делать, фарш не будем, тесто нам понадобится, может какие-то пирожки сделаем с картошкой, картошка и картошка у нас есть, а денег у нас нет, но мы можем продать ей чего-то, помидоров, например, шестьдесят, нормально, нормально, огурцы у нас шесть всего, а это семена, ёлки-палки, огурцов у нас много, сорок продам, что у нас, картошки ещё много должно быть, я её не вижу в нашем списке, картофан, просто много, шестьдесят пора даём, картошка прям дёшево стоит, но нормально, тесто давай, двадцать возьмём, фарша, ну давай возьмём два фарша, пускай будет, подсолнечное масло, восемь, творога возьмём, на сырники, нормально залетают, консервированный горошек, на оливьеху, супер будет, мазик, без мазика нельзя представить себе оливьеху, яички у нас свои родные, сахарок, дрожжи нам нужны, конечно, разумеется, да, керосин пока ни к чему, всё остальное, мы своё будем, своё, только своё, всё, затарились по полной, но уже стемнело, и дождь пошёл, заданий полно, друзья, смотрите, но я думаю, что это уже завтра, ну, в смысле, игровое время завтрашнее, сегодня надо ложиться спать, тихо, чуть не сбил тебя, Маруся, уйди из дороги, не выводи меня из себя, ужас, машину, по-моему, ещё больше стала заносить, и представьте, друзья, насколько это классно, ты приезжаешь домой, ух ты, гром и молния, атмосферно, ты приезжаешь домой, после тяжёлого рабочего дня, в поле, трактористом, а у тебя свой дом, ты в баньку идёшь, а, растапливаешь, потом, жаришь себе картошку, какую-нибудь с колбаской, а за окном гром гремит, гроза, курицы, попрятались у себя в курятник, и ты такой, а, да, класс, ну, классно же, друзья, она атмосферная, а, точка сломалась, да как я должен знать, так откуда её, тут же никакой, о, вскрыл, ну атмосферно же, что там у нас было, спутниковая тарелка, дрова, зачем нам дрова, подожди, нам дрова не нужны, нам нужно вон затопить, баньку, хе-хе-хе-хе, конечно на растопку, ой, ничего не видно, на растопку баньке нужно время, да, тут у нас всё быстро происходит, и это здорово, друзья, и это здорово, сейчас лягу поспать, после еды, конечно, мы что-нибудь посморганим с вами, классного, чего-нибудь классного, сварганим с вами, так, где у нас кухня, я забыл, двери надо закрывать, а то дождь залетит, вот наш дом, ну не жизнь, а сказка просто, ну не жизнь, а сказка, одна сплошная сказка, и даже запах в деревенском доме, такой приятный, деревенский, древесины, класс, печь мы пока позволить себе не можем, а вот плита у нас старая, советская, ещё, есть, ну что, пельмешей, а, пельмешей, пельмеши, кстати, фарш стоит дороже, чем пельмени, на выходе, ну пельмени, собственные, ручной лепки, домашние, а я сытый, да, не хочу пельменей, ну оставим на потом, заморозить, их же можно заморозить, правильно, а потом, когда нужно, и покушать, всё, спокойной ночи, по распадке, мне же самому захотелось в деревню поехать, на пару дней пожить, классно, так, что у нас тут, дождь ещё остаточный идёт, да, тут у нас погода ухудшилась, ой-ой-ой-ой, атмосферно, конечно, но промокнулись, вот сидеть бы весь день дома, на печи, на тёплой печи, развлечься, тоже было бы классно, согласитесь, друзья, смотреть в окно, как там дождь, никто же в дождь, в деревне не будет работать, понятное дело, что ты будешь в деревне делать, в дождь, сложно, и непрофессионально, так, а ты лысый, всегда стоишь под дождём, да, учитель Виталий, здравствуйте, приближается первое сентября, и мне нужна ваша помощь, мне нужно покрасить стены в школе, и я не могу это сделать в одиночку, ну, это наше поколение будущее, да, это что я должен делать, оно само красится, а что-то, по-моему, лучше не стало, всё равно покрашено так себе, ну, короче, это наше будущее, детишки должны ходить в сельскую школу, всё правильно, всё правильно, пускай учатся, набираются знаний, уедут в город, в деревне никого не останется, в деревне погибают, к сожалению, постепенно, ну, сейчас же видите, друзья, как массовое производство, эти огромные фермы появляются, да, комбинаты животные, там, где сразу в промышленных масштабах, и выращивают коров, и забивают их, и так далее, а обычному ферме, ну, вот, как бы деревенскому жителю, что делать? Это, с одной стороны, плюс, что у людей появляется больше возможностей, за пределами деревни, но, с другой стороны, печально, но, такова жизнь, прогресс, всё из-за прогресса, всё из-за прогресса, плохо это, я не думаю, что это плохо, печально ли это, грустно, ну, да, но зато, за пределами деревни, у людей, и куча мест для работы, и для обучения есть, в шаговой доступности, всё необходимое, а то в деревнях, знаете, бывает, приезжает лавка деревенская, там, раз в неделю, например, привозят, там, ограниченный список продуктов, а в городе и связь, есть и интернет, и, ну, больше возможностей, банально, так, ну, сколько нам ещё осталось покрасить стен, а чё у меня фонарик включён, как-то это глупо, выглядит, пёсенька, привет, классно, кстати, породистый хаски, по всей видимости, красиво, он улыбается прям, ну да, собаки, когда они радостные, когда у них хорошее настроение, выглядит так, будто бы они, правда, улыбаются, хотя, конечно, хотя и грустить животные умеют, и внешне это даже понятно, когда животное грустит, но всё-таки, всё-таки испытывают они эмоции, ну вот, друзья, поболтали, обсудили с вами деревню, и школа преобразилась, кстати, напоминает какой-то храм деревенский старый, такое часто бывало, что в храмах деревенских устраивали во время Советского Союза какие-нибудь дома культуры, там дискотеки проводились, клубы всякие, да, репутация обновлена, хорошо, либо школу, опять же, сельскую, чувак, всё ещё занят своим этим вареньем, ха-ха-ха-ха, всё, он как-то варит свой этот напиток, ужас, ладно, пора на Жигу запрыгивать, интересно, в игре есть возможность обновить себе машину, купить какую-нибудь ладу девятку, да, было бы классно гонять, был бы самым вообще кучерямом в деревне, продаёт, Игнатий Афанасьевич, а что у тебя здесь такое, мой ты хороший, здравствуйте, у меня сгорел дом, помогите, пожалуйста, собрать обугленные брёвна, Игнатий Афанасьевич, как же так тебя угораздило, а, за бутылку, да, ну, у тебя всё пропало, я понимаю, мужик, понимаю, понимаю, у меня у товарища когда-то сгорел гараж в частном доме, и это было печально, я помогу тебе, помогу, конечно, помогу, давайте заглянем, о, это сельский клуб, а, а я только о нём вспоминал, смотрите, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, а-ха-ха-ха-ха-ха-ха, отжигает, нормально, просто движуха лютейшая, ха-ха-ха-ха-ха-ха, давай, петрович давай жги жги покажи как надо просто лучше просто лютые давай давай классный классно но а чё ты тут один балдеешь я не понимаю это конечно странно но ладно погнали поможем нашему товарищу ну жалко жалко ведь его жалко надо помочь надо бедняги так обуглившиеся доски до раз два три сколько их тут тебя разбросана то очень много халявные дрова блин я думал халявные дрова а чё слушай у тебя раскидала доски по всей ему участку будто бы дом подорвался самогонный аппарат взорвался наверное да или что-то в этом духе но разлетелись доски по всем округе по всей помощи я как бы и не против потому что ну твоя беда прям реально беда но почему ты сам ничего не делаешь почему я должен за тебя ходить и абсолютно паньки а что это у нас внутри жига тоже сломанная почему я должен ходить из-за тебя выполнять всю работу и монет несложно но надо же все-таки как-то ну вместе пожарник что такое пожарник это какой-то камень а пожарник это миссии я думал мы пожарник ломаем думаю чё чё пожарник если пожарный вроде правильно ну ладно так все вроде бы собрали все петрович или как там тебе сидорович надеюсь дом то твой получше будет афанасьевич ну репутация обновлена вроде как помогли ему усаты ого пожалуйста помогите мне восстановить мой дом принесите мне доски камень и воду и я сделаю все остальное спасибо добрый человек хорошо афанасьевич но мне нужно поехать домой там у меня агрегат стоит для распила досок поэтому подъеду к тебе чутка позже просто имей какое-то терпение ну а на этом друзья мы пока не останавливаемся сейчас нарубим досок слушайте придется парочку березок срубить как бы я не хотел этого делать но надо 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 человеку надо где-то жить не думаю что березка обидится сильно если мы ее маленько срубим петух не не жалуйся я ж не для себя о на жигу прямо печально ешь не для себя ешь афанасьевичу помочь я конечно мог сказать афанасьевич приходи жить ко мне в гараж но не надо зачем не фанасьевич дома в гараже много вы знаете друзей у которых в гараже афанасьевич местные в округе сочтут меня каким-то безумцем скажут ничего себе саня приютил афанасьича в гараже это нормально вообще ломайся давай хорошо ну ладно друзья на этом мы с вами пожалуй пока будем останавливаться надеюсь видосик вам понравился такая вот она деревенская жизнь большое спасибо за внимание за просмотр до новых встреч удачи пока и счастья вам берегите себя пока друзья